Точно, час как миг прошел. Вот действительно, когда тема такая глобальная, почему вот я не стала пост писать? Потому что на самом деле закидали этими вопросами, я замучилась отвечать в личку, в директы, что, блин, там такие просто не писать надо. Понимаете, сколько там информации вообще накопилось, да? Чтобы вот это все объяснить правильно, не просто там вот найдите там такую-такую-то типографию, да, и вам все сделают. Нет, на самом деле сделают там какой-нибудь отцебятину, да? К конечной вашей задаче это не будет иметь отношения. Поэтому, чтобы вам объяснить, что вы должны искать, мне нужно одного часа мало. Тема действительно большущая. Так, значит, продолжаем мы про требования макета. Я пока просто подытожу еще раз то, что было в начале. В общем, как, смотрите, никаких удаленных я бы вам не советовала в другом городе типографии искать еще что-то. Да, есть, например, там периодика пресс, да, знаменитая. Ее в инстаграме здесь очень сильно пиарят. Ну, так, же скач прям такой по рекламе идет, мне заваливают ленту этим, да, там, все там ее нахваливают. Но, смотрите, во-первых, да, качество у них есть, но в чем минус? У них там, допустим, 200 наименований различных картонок. Вот какая из них ваша? Вы знаете? Они знают? Вас спросят, вам какой по прайсу? А вы вот смотрите на эти названия, вы не знаете, какие они. То есть, реально выбрать что-то вот так вот, не щупая, да, вот, не представляя, вам скажут, вот это 100 кг, ну, да. Вот я вам приводила пример, что более плотная, но мелованная бумага, она более гибкая и непригодная для открыток. А менее плотная, 240 грамм, этот солидар, открыточный картон, именно открыточный, он вполне идет. Неспроста же назвали открыточным. То есть, я использовала разные, и вот пришла к выводу, что надо вот, если, как говорится, надо использовать по назначению. Если она открыточная, значит, она для открыток. Потому что есть, там, допустим, пивной картон, да, это вот такой, ну, он потолще, но на нем уже, там, не знаю, какие-то обложки тонкие, гибкие печатаются, да, то есть, вам он уже не очень подходит. А вот открыточный картон, это ваша тема. И опять же, его бывает очень много видов разных. Бывает с двух сторон глянцевый, бывает с двух сторон матовый, бывает глянцевый матовый или полуглянцевый матовый. То есть, там вообще разновидностей много. А еще он бывает снежно-белый, а бывает желтовато-белый, понимаете? И это все влияет на картинку, в итоге, на результат. И вот представьте себе, вы сидите, например, в Тамбове, а ваша типография где-нибудь по Челябинскому или на Ямале, ну, мало ли, да, в Петропавловск-Камчатске. И что вы будете делать? Вот как вы угадаете, вы спросите, ну, вот вы пробовали, вот как вам? Там человек все устраивает. А часто менеджеры, знаете как, они, спасибо, они ориентируются на то, что хочет заказчик. Вот что, как он сказал, вот так буквально и поняли. И менеджер вам, на самом деле, мало что присоветует в этом плане. То есть, он может вам посоветовать технологию. Если, опять же, вы разбираетесь, вы из того, что он вам предложит, вы выберете нужную. Менеджер вам может посоветовать, как, допустим, удешевить проект или там еще какие-то улучшения применить, да, ну, то есть какие-то там по производству. Но выбрать за вас бумагу, поверьте мне, это гадание. То есть, вот, и еще гарантировать, что цвет будет как на вашем мониторе, как ваша картинка. Вот я, когда была ботаническая выставка большая у нас здесь, в Вишкороле я собирала, помните, и кто вот давно подписан, они знают. У нас три месяца висели картины со всей России и три работы с Латвией. Так вот, некоторые из девушек, художницы, они заказали, попросили меня заказать здесь, где я печатаю, да, открыточки со своих работ. Вот, вы знаете, они прислали, да, сканированные свои файлы, все, но я заказала с этих файлов пробники, и эти пробники я прикладывала к картинам и смотрела, насколько они совпадают по цвету. Да, конечно, небольшие расхождения будут, но визуально впечатление должно складываться то же самое. Вот что открытка, что картина. Это важно. А скажите, пожалуйста, если бы я, они мне просто прислали, я отправила в типографию, мне пришло, я сказала, ой, ну все вроде тут и так, черточек нет, пятен нет, все хорошо, а цвет-то может вообще другой. То есть, поэтому я вам рекомендую искать типографии, которые вот вы можете достать рукой, ногой, чем угодно, доехать до нее самолично и потрогать картон, потрогать образцы готовые, посмотреть, как именно печатают, по чистоте печати. Бывают станки очень старые, они просто, как это сказать, знаете, наверное, самый простой пример, может быть, встречали в газетах, в листовках, вот мелко, когда люди изображены, у них глаз там по нескольку штук, да, видели, наверное, там реснички, да, вот, несколько штук вот так вот нарисовано, напечатано. Или буквы такие, вот вроде как буквы белые должны быть, а они такие желтые рядом полоски, голубоватые, какие-то еще, да, вот малиновые, то есть разъехавшаяся печать. Такое качество, конечно же, неприемлемо, это все уходит в брак, это все оплачивается заказчиком в любом случае, типография за этот брак как бы не несет ответственности, то есть они, весь брак, не то чтобы они такие халатные, нет, но он закладывается в стоимость первоначально, потому что, ну, блин, бывает, бывает, что станок где-то заживет что-то, да, ну, мало ли, да. Где-то он может просто какую-то полосу пустить, да, они переделывают. Если вы, как говорится, зарекомендовали себя там как такой хороший душевный человек, и вы такой хороший заказчик, вы там носите им постоянно какие-то заказы, еще что-то, да, да, наверное, вам пойдут навстречу и скостят немножечко сумму, да, за это. Там на самом деле на брак, по-моему, 10% закладывается, ну, мелочи, поэтому не стоит даже заморачиваться, просто знаете, что он бывает. Иногда люди пытаются, вернее, как, просят типографию удалить сразу файлы после печати, то есть вот ему напечатали, и они просят, чтобы дальше тиражи не были, они просят удалить. Знаете, я тоже так как-то делала однажды, когда был большой авторский проект, у меня было 50 открыток с лошадьми, это была серия гигантская просто, вот, я попросила удалить. На самом деле не удалили, но и никуда не использовали. Я это знаю как дизайнер, который вот работал в таких местах и знает, что это никому не надо. Оно лежит годами, а лежит для чего? Почему не удаляется? Потому что его использовать не будут, скорее всего, он лежит, вернее, только для одной цели. Когда вы придете опять туда и скажете, вот помните, у меня вот файл там, винчестер полетел, и у меня файла того нет, но вот помните, я вам присылал, вот было бы здорово с него еще напечатать, да? И тут вы такой хоба и достаете вот тот файл и печатаете, допустим. Или он говорит, мне вот как там, но только цвет поменять, да? И вы опять достаете, меняете цвет и так далее. То есть вот для чего реально используются вот эти файлы, которые хранятся. Но, знаете, что раз в несколько лет типография очищает свои жесткие диски, потому что это реально гигантский объем информации. И он засоряется, как бы, если человек там года 3-4 не приходил за своим файлом, естественно, ну, в смысле, не обращался заново с таким же подобным запросом, то он просто удаляется и все, и освобождается место под новое. То есть как только у них заполняются все диски, они чистку проводят в самых старых. Вот, так что, как бы, просить удалить, не просить, дело ваше. Вы можете, кстати, вот про договор, был вопрос про заключение договора. Договора оформляются на большие тиражи. Почему? Потому что на маленькие смысла нет. Вы пришли, вам отпечатали, вот как фото на документы, да? Вы пришли, там вас сели, вас фотографировали, отдали ваши фотографии и все. Естественно, с этими фотографиями человек не пойдет в банк, там, делать поддельный паспорт. Ему это нафиг не надо. Вот. Так что не переживайте насчет вот того, что файлы остаются. Вы просто можете это обговорить. Видите, иногда даже дизайнеры, вот я видела, при мне работают, они просто не сохраняют правки. Знаете, кстати, чем это плохо? Когда вы корректируете, вот стоите за плечом дизайнера, корректируете с ним, там, ли с ней цвет, там, еще что-то, да? И вот это все не сохраняется, а и вам тут хопа, и надо опять, ну, вот, повторить, да, это изделие. Вот, допустим, у вас все раскупили, или там, вы все раздарили, неважно, да, вот, кончилось, и надо еще. А вот придется заново все колдовать. Вот. То есть, если он вам на флешку, допустим, не сохранил. Вот. То есть, смысла особого нет. В договоре. Что прописывается в договоре? Вот я, мне, одна девушка написала, что договор о качестве. Вот это все вообще ересь, на самом деле. Никакого договора о качестве не существует. В договорах пишется, какой продукции, какой срок должно быть изготовлено, в каком объеме и сколько оплачено. Понимаете? И формулировка про качество только одна. Товар надлежащего качества. Все. Никакие царапины, перемены цвета, еще всего остального там нет. И это, я не знаю, даже прецедентов не было таких, чтобы вот такой договор появился. На самом деле, все это является, то есть, товар либо качественный, вы принимаете его, либо он некачественный. То есть, бывает, что машина после печати царапает. Я такие открытки обратно сдавала. Вот. То есть, мне признали, что это брак, да, действительно. Где-то криво порезали, кстати. Бывало такое. То есть, это не гарантия, что если вы отдали в крутую типографию, там, а не в маленькую, вам порежут все сделать идеально. Не факт. Вот все тиражи, вот вы заказали, допустим, 500 штук, вот все проверяйте. Почему? А просто потому, что бывало, знаете, у меня попадались пустые карточки. Сверх тиража. Бывало, что лишнее напечатают? Бывает. Приятно. Ну, допустим, там, штуки 4 лишних. Ну, а что нет? Хорошо же. Вот. Это потому, что они переделывали какой-то лист, и при нарезке вот эти вот штучки, они попали. То есть, они брак выкинули, а вот эти вот лишние, как говорится, да, они попали в общий тираж и вам их отдали. То есть, никаких там хищнических взглядов в типографии на ваш файл, на ваши какие-то открытки не будет, конечно. В лучшем случае, они возьмут себе на стол, чтобы украсить свое рабочее место по одной штучке, и то они, скорее всего, напечатают плюс один к вашему тиражу, не из вашего тиража. Но лучше проверять. Проверяют почему? Потому что это влияет на, как сказать, вы обязательно должны сообщить, если вы что-то нашли в тираже, не то, вы должны сообщить типографию. Это позволяет ему улучшить качество услуг, чтобы в дальнейшем ни с другими клиентами, ни с вами, этого не повторялось, да, или как можно меньше повторялось, реже. Вам нужно сообщать о каждом разе. То есть, понимаете, менеджер сидит в отдельной комнате, да, где вот клиентская. Типография сама, вот этот печатный цех, резательный, да, вот это отделение, там, где останки резательные стоят, вот эти вот гильотины, они находятся в другом отделении. Либо там все вместе, но менеджер всегда отдельно. И он понятия не имеет, он не стоит над душой, ни у печатника, над машиной, хотя должен. Я стояла, ну, не всегда, но реально лезла и совала нос во все процессы. То есть, я смотрела, как работает нож, куда надо нажимать, как работает печатная машина, сколько у нее где чего, как она подсасывает эти листы, подает, как это все происходит, как он переворачивает эти листья, почему он там воздухом прогоняет между листьями, листами, да, вот чтобы не склеилась стопа. Вот представляете, вот, не знаю, там, сантиметров 40 стопка бумаги. И надо так, чтобы по одному листу проходило, да. Вот я все вот это смотрела. И это все помогло мне вот сюда вот заложить нужное знание по технологии. То есть, это все помогает пониманию того, как надо делать файлы, чтобы результат был, как вы его задумали. Не случайный, а именно, вот, гарантируемый, вот, прогнозируемый, как вы и хотели. Тем, кто не имеет доступа к типографии, ну, во-первых, пускают еще на производство не всех. Тут надо доказать, что ты свой человек. Вот. Но сейчас YouTube полнится всякими-всякими. Посмотрите, вот просто посмотрите технологию оффсетной печати. Вообще, как это все происходит, я вам гарантирую, будет интересно. Даже. Я не помню сейчас, как называлось, но, в общем, какое-то я видео смотрела длинное такое. Там целый завод, наверное, да, вот, как типография гигантская, как завод просто. Там все печатают, печатают. Там какие-то эти молитвословы что-то печатали для церкви, в общем. Вот там какие-то дикие объемы вообще. И вот там прям вот, как, знаете, передача, как это сделано. Вот. Вот залезут любую щель с камерой, да. Вот это все посмотрите. Все, что найдете. Потому что это обогатит ваше понимание, что именно вы получите. Как это делается. Здравствуйте. Здравствуйте, все, кто присоединился. Я уж тут выдаю информацию. Не до здорования. Вот. То есть это обязательно посмотрите, хоть поймете, как это происходит. То есть, на основании этого всего, вот я что хочу сказать про большие типографии, маленькие и малюсенькие отделы. Смотрите, что может большая типография и что она не может. Она может сделать практически все. У нее есть большой шанс, что найдется то оборудование, которое сможет сделать так, как вам надо. Во-первых. Во-вторых, есть большой минус. Это то, что большие типографии, особенно к Новому году или там к началу учебного года, они готовятся заранее. Это значит, что у них куча заказов. И если идет многотысячный тираж, остановить машину, чтобы напечатать какую-нибудь мелочь, они не будут. Это глупо. Потому что, представляете, остановить станок, да, там образуется энное количество брака. Ну, вот листов, которые не полностью пропечатались. Потому что подача бумаги идет непрерывно, не по одному листу. Она идет вот, я не знаю, как назвать, вот. Ее дует прямо. Много-много-много-много-много. Вот быстро. Вы видели, наверное, да, как деньги печатаются, да, там. Или там вообще вот конвейер. Вот. И никто останавливать это не будет. Потому что будет процент брака, который будет по количеству больше, чем он заложен и оплачен. И это никому не надо. Поэтому вам большой типографии придется подождать. То есть, либо вам повезло и вас печатают сразу, либо вам не повезло и вы ждете. Ну, сколько-то там, день, два, там, да. Вот. Но зато вы гарантированно получите хороший результат. Опять же, если не будет халатности на рабочем месте, да. Человеческий фактор, он есть везде. И в больших, и в малых. Тут как бы никуда не деться от него. То есть, в любом случае, вы, если, если сработает какой-то человеческий фактор, вы можете просто обратиться, и вам обменяют брак, и доделают как надо. Вот. Маленькая типография. У маленькой типографии, скорее всего, ну, это в большой редкости, у нее будет какой-то новый станок. Чаще всего маленькие типографии заводят для того, чтобы хоть как-то встать на ноги. И там как раз вот эти вот старички-рамайоры, там, не знаю, какие-то древние гельдельберги, там вообще какие-то уже, не знаю, вымерли которые, да. Но они все еще живут, они еще как-то работают. И такая типография чаще всего живет за счет бланочной печати. То есть, это медицинские бланки всякие, да, там, не знаю, полисы, страхования, ну, все, которое вот, такая мелочь, которая не требует хорошего попадания в цвет, там, да, точности печати особой такой, ну, на штамповалы, ладно. Вот. То есть, у маленькой типографии, скорее всего, не найдется такого станка. Повторяю еще раз, для тех, кто не успел записать, запишите. Вам нужна для открытия, так и для хорошего качества постеров, вам нужна цифровая печать с оффсетным выводом. Вот это важно. Вот. И если вы находите, например, какой-нибудь уголок печати где-нибудь, там фотоотдел какой-то, который печатает, имейте в виду, что такие микрофирмы, они чаще всего покупают просто принтер. А принтер – это лазерная печать. Лазерная на глянцево у нас печатает плохо. Почему? Я объяснила, да, обсыпается краской. На матовой она печатает хорошо, но происходят вот косяки при нарезке. Происходят, вот. Кого еще показать? Сейчас я посмотрю, тут у меня кто еще остался. Ну, в общем, там вот все вкрепь и в кость идет. Хоть чуть-чуть, но идет. Поэтому это тоже не вариант, не ваш. Вам зачем этот брак потом? Вы куда его девать-то будете? Причем денег с вас возьмут. Как бы работа выполнена. И отчасти виноваты будете вы. Потому что вы как бы пошли на этот риск. Так вот. Значит, как искать типографию? Вы берете список всех, ну, ищете, да, в интернете, список всех типографий, доступных вам, куда вы можете приехать. Выписывайте, допустим, их, да, где-то или файлики, или, там, не знаю, там, на бумаге, неважно, да. Обзванивайте все, или смотрите их сайты, читайте. Ну, не у всех сайтов есть, кстати. Проще обзвонить. И спрашивают, у вас цифровая печать со всетным выводом есть? Если спросите просто цифровая печать, вы нарветесь на принтер лазерный. Потому что, или там струйный, да, струйный вообще тоже не вариант. Именно уточняйте со всетным выводом. Вот есть такая машина Indigo 6000, по-моему. Вот, ну, номер, номер модели. Indigo 6000. Вот она печатает точно, цифровая и со всетным выводом. Вот на ней получаются такие открытки замечательные, как у меня. Если она, допустим, есть, если вы услышали, что там машина Indigo, то, скорее всего, это то, что вам нужно. Тогда приезжаете, смотрите на образцы и уже дальше работаете, да, если у вас цена устроит. То есть по цене, как мне написали, посоветуйте подешевле. Понимаете, цена здесь вообще последний вариант. Ну, последний критерий, который вы должны рассматривать. То есть сначала вы выбираете, смотрите все. Из них вы выбираете, ищите те, которые обладают данным станком, да, чтобы он мог, чтобы эта типография не перезаказала. Кстати, есть такие хитрые, они берут любые заказы, перезаказывают в другом месте, и вы получаете с накруткой товар. Ну, результат. Это тоже такая уловка, что мы делаем все, и если фирма маленькая, она делает все, имейте в виду, она делает это чужими руками. То есть ни о какой дешевизне не будет речи. И тогда вот, как мне написала одна девушка, что 15 рублей с нее запросили за одностороннюю открытку. Вы представляете? Если бы мои исток стоили, они бы стоили вот в продаже рублей 50-60. Мои стоят 25. То есть я не говорю, что у меня копеечные, нет, там нормально все в цене, но тем не менее разница вот колоссальная. Они печатаются с двух сторон, и качество намного лучше. Итогово. То есть все равно подрезано. Все хорошо, ничего не размазывается, да, ничего не обсыпается, все хорошо. Вот, то есть понимаете, если вы звоните и вам говорят, мы делаем все, значит где-то подвох. Потому что все невозможно делать. Это значит, где-то они используют чужой труд. И не всегда, ну как в данном случае, вам надо найти, у кого есть такой станок. Есть, идете туда, узнаете цену. Допустим, вы нашли, вот у вас в городе 200 типографий, к примеру, вы их обзвонили, вы нашли, что у 50-ти будет такое вот оборудование, которое способно сделать вам. Из этих 50-ти вы тогда только выбираете по цене, ну 2-3 интересных, да, там скорее всего будет что-то приближенное друг к дружке, то есть цена не сильно будет отличаться. Вот, вы выбираете, едете и смотрите. И вот, когда вы уже поедете посмотреть, там вы примете решение, какой из них вы отдадите свой труд. Вот. То есть поняли, да, то, что в микротипографиях вам делать нечего. В маленьких типографиях бывает, но очень редко, то есть шанс найти такую машину редко. В больших типографиях, скорее всего, вы найдете, что искали, но вам придется подождать очередь. Ну, чаще всего, да, особенно перед праздниками. То есть если сейчас не сезон, допустим, то, соответственно, вы попадете и вам напечатают быстро. Если сейчас сезон, ну, в данном случае, все типографии набирают себе работу заранее, иначе, как бы, они просто будут сидеть и им нечего будет работать, да. Это плохо. Никто не любит оставаться без премии в Новый год, поэтому работа набирается заранее. Так что имейте в виду. Ну, как бы, перед поездкой, да, никто не бежит визу оформлять. Чаще всего визу оформляют заранее, да. Ну, здесь та же история. Вы сначала, как бы, вентилируете ситуацию, ага, там, там, там. А как у вас? Обязательно спрашивайте, какая у вас загрузка сейчас. То есть через сколько вы такой заказ можете мне сделать. Это тоже важно. Потому что, может быть, вам надо куда-то отправлять, вы, например, скоропалительно с кем-то там договорились, а у вас раз, и сроки не совпадают. А еще бывают станки ломаются, знаете. Вот я так один раз попала, ну, как бы, вот в этой же типографии, да, все. Но мне был некритичный срок, и они что-то дня 4, наверное, они чинили. Ну, пока они мастера вызвали с Москвы, человек приехал, у них такая машина, что здесь некому чинить. Вот это вот крутой этот станок. И одни, кстати, в городе. То есть Ишкар-Алла признана, ну, как бы так, негласно, да, город типографии называется. Потому что здесь, как бы, за каждым углом кто-нибудь что-нибудь печатает. Вот. И представляете, всего одна фирма имеет такой станок. Остальные не могут такое делать. Просто не могут. Поэтому я хожу в одну. В вашем городе наверняка такая же ситуация. То есть одна, две, три, может быть, фирмы, да, которые реально могут. Вот. Так что вот про сроки всегда уточняйте. Дальше, значит. Так, так, так. Так, сроки и загрузка. Да, вот, дешево и быстро, значит, некачественно. Смотрите. Был у меня однажды звонок, буквально позавчера. Товарищ звонит и говорит у меня. Мне нужно листовок, пять тысяч экземпляров. Завтра. Причем он звонит мне в обед. Я говорю, хорошо. Даже если я сейчас вам вот все брошу, все свои дела, да, и сейчас прям я сделаю вам файлик, и потом его отправлю в типографию, менеджер, когда освободится, они же тоже там не сидят без дела, да, освободятся, они посчитают, я вам отправлю счет, вы оплатите им. И тоже он мне спрашивает, сколько стоит. Я говорю, я дизайнер. Ну, я знаю, сколько стоит. То есть я просто дизайнер, он пришел по рекомендации. То есть там-то люди адекватные, но вот этот человек пришел по рекомендации этих наших друзей. Вот. И я ему объясняю, понимаете, пройдет, ну, как бы вы свой заказ, в лучшем случае получите завтра к вечеру, а то и послезавтра, скорее всего, послезавтра. Он такой, почему, мне надо завтра утром. То есть, понимаете, да, человек немножко попутал что-то. Я ему объясняю, понимаете, есть, у всякого процесса есть свое время исполнения. Мало того, что если нам повезет, прям вообще очень повезет, и достаточно загруженная типография, кстати, самая такая недорогая в городе, но там, как бы для листовок пойдет, скажем так, качество. То есть я выбрала ту, которая предоставляет более-менее качество. Ну, там, не супер глянец, конечно, да, но на уровне и цена хорошая. Вот. Это для магазинов, вот, продукция на улице раздавать. Так вот, по его запросу, значит, я говорю, понимаете, нужно это, даже если вам повезет. Я сделаю вам сегодня файлик. Организации, кстати, типографии работают до пяти, то есть с восьми до пяти, ну, чаще всего так. И они субботу, воскресенье отдыхают. То есть, если вам до пяти вечера в пятницу ничего не удалось, имейте в виду, что понедельник, вторник, это в лучшем случае вам дадут. Так вот, к примеру, вам дико повезло. Я успела сделать файл и отправить. Что делает типография? В пять часов ровно она собирается домой. На следующий день, значит, они приходят, расчепляются, печатают и не режут. Почему? Потому что дело в том, что краска, она густая, она сохнет определенное время. И если начать сразу резать, то все склеится. Это называется перетискивание. Когда предыдущий листок, печатный, он у вас перетискивает рисунок на следующий. То есть, они у вас просто склеятся. И я этому товарищу объясняю. Понимаете, я говорю, никто не режет сразу, потому что оно испортится все. Вот все, что напечатано, просто уйдет в брак. Он говорит, да вы просто не умеете. И макет, говорит, 5 минут сделать. Я говорю, да, ну хорошо. А что у вас за макет? Он говорит, у меня есть макет. Я говорю, ну хорошо, в каком формате у вас макет? Он мне знаете, что говорит, у меня фотография. Я говорю, фотография чего, листовки? Да, листовки. Я говорю, ваш или чужой? Моей. Я говорю, ну замечательно. Ну как бы скидывайте файлик, посмотрим, ну это часа два работы. Какой часа два, говорит. Мне в Казани, говорит, сделали за 5 минут. по фотографии вот вы просто оцените что фотография ни в коем разе фотографии изделиями виду листовки книжки и открытки не является макетом никак это исходник который подглядывают чтобы найти в интернете такой же файл до расположить заново перенабрать весь текст расположить его также то есть понимаете что вот если ворде текст набран это хорошо но картинка ворде не должна быть как бы вы ворде можете конечно макет накидать на word вам не даст такой как это сказать подвижности как любой графический редактор потому что вот не предназначен в нем диаграммы там не за какие-то фотки мелкие вставить и все то есть там какие-то мега инструментов нету и она и не нужно вот на ксерокс да 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 на этот как его не ксерокс который по одной копии печатает а много то вот вы поняли да такой аппарат сразу делает вот но и не соответственно страшный да и одноцветные получается так вот не бывает так что вам сделают прямо сейчас и много вот если вам предлагают быстро сделать то это значит то что в типографии в данный момент либо вообще нет заказов либо заказ вот какой-то большой кончился например и вы сразу попали да вот следующую очередь они как раз таки думаю а ну мы сейчас ваш заказ вставим между двумя большими и все нормально все довольны то есть вот может означать вот это либо то что там действительно нет клиентов это тоже бывает если там нет клиентов то это знак такой что вам нужно быть внимательным дальше значит если дешево представляете быстро да еще и дешево прям вот реально дешево причем может быть вы же наверное мониторили рынок да смотрели где сколько примерно стоит то у вас нет понимаете алла рождественна вот сканер там не знаю еще что то это все не то вот сфотографировал человек листовку лежащий на столе где-то вспышка сработала где-то что-то бликует до качества не то понимаете буквы текст его ну да безусловно можно взять эту фотку и напечатать но это будет как на туалетной бумаге вы поймите просто там ни о каком качестве вообще речи не идет это какой-то экстренный выход из ситуации когда надо написать ахтунг у нас сегодня там что-то случится все никаких никакой речи вообще какой-то не знаю листовку чтобы начать читать нужно чтобы она была привлекательная вот вы на улице вам раздают вот человек бутерброды стоят они раздают листовки да вот возле метро еще где-то там рынков вы наверняка не все читаете да те которые интересно выглядит какая-то картинка ярко-сочно да что-то вот привлекающий до грамотно составлен текст текстом мало и он в нужном месте и хороший вот это не имеет отношения к фотографии и к сканеру никаким образом вообще это отдельная отдельное дело вот я просто как бы для вас и для других объясняю чтобы не было вот таких вот людей как этот чудак который знаете вам не сказал что я ничего не умею и как бы будь здоров пошел нафиг реально человек остался мнением что я тут у ничего не знаю что ему в казани сделали за пять минут дизайн и уже вечером все отдали причем в разговоре да сейчас отвечу причем в разговоре сначала он сказал что за пять минут потом выяснилось что дольше дизайнер дел по его макету по причем он в телефоне показывал ему вот найдет телефон вот смотри вот так должно быть даже не вы имейл прислал до вставлять честно визуально и человек каким-то образом должен был искать там яндексе похожую картинку да там что-то собирать как-то текст перенабирать заново то есть вот выяснилось разговор что это дольше происходило я говорю вам не могли отдать там вот по утро не могли потому что это был бы брак сто процентов брак и я грубо отдали на следующий день вечером да ну да вот видите говорю потому что если резать сразу то есть сроки ускоряются до сначала быстро напечатали потом еще и порезали прям сразу да и все и вы получаете брак за свои деньги еще у вас обхамят да в таком месте ну и надо оно вам вот вот пишет мне алиса булгакова если есть уже листовка то должен быть макет у него так что лучше провокация нет на самом деле макет у него листовка может быть макета файла не дают дело в том что одно время дизайнеры как сказать фирмы что ли до дизайнерские печатные там делали такую акцию бесплатный макет то есть дизайн бесплатно вы заказываете у нас как делали потребители они хитропупы они делали так они приходили значит делали бесплатный макет потом они как они только получали какой-то файл допустим вот jpeg на почту себе или там распечатку до готового это все придумывали там мозг парили этому человеку дать дизайнеру там час два три то получали как только они на руки вот этот вот изображение которых устраивал они говорили все мне короче я пошел вообще мне все тут не нравится и они с этим макетом приходили в другие типографии в нашем городе тоже такое было не раз вот эта волна какая-то прошла нездоровая и они приходили другие типографии а так как у них уже макет типа готовый то за дизайн с них уже не брали понимаете в чем вообще вот ситуация то есть человек там обманул и здесь обманул он конечно сэкономил да во первых в следующий раз его там уже встретятся как бы рентгеном да посмотрим да ты чё ты так сделал да особенно когда ты вот вот со мной недавно был случай да ко мне обратились сделать листовочку я прислала причем знакомый такой давнишний знаете вот которым уже доверяешь у них магазин в этом прислал мне запрос я сделала причем очень срочно хотел как говорится всегда люди вспоминают последнюю очередь что им там акция завтра да и вот я значит все бросилась сделала макет и через два или три дня он пропал я смотрю на магазине уже наклеены а печать должна была быть через меня то есть там кстати недорогие цены по вот по таким такой виды продукции да то есть все нормально мы уже много раз так делали и цены он ему озвучено было все согласился нормально было до того момента как он просто исчез я прихожу к нему магазин у него все двери обклеены эти листовка представляете но мне как бы обидно и даже бог с ними с этими там потерянными как сказать деньгами не жалко времени и что человек вот так вот обошелся и такое очень часто вот какие-то кидалка вот это вот она часто бывает и к этому приучили к сожалению вот как раз вот это нездоровая конкуренция которая есть в мире полиграфистов в отрасли вот человеческий фактор так его раз так дальше значит так идем по бумажке бумажка точно не вся опять значит как выбрать я вам рассказала про то что лучше своими руками своими глазами туда ходить в смысле смотреть щупать все бумажки проверять перед печатью да спросить образцы ранее напечатанной продукции до похожего качества допустим ну там какие-то раньше кто-то что-то заказывал и вот у них остаются обрезки они вам показывают да вот сейчас на вопрос отвечу пока не ушел вы работы больше а3 как оцифровываете через фотоаппарат да через фотоаппарат я выношу на балкон либо ставлю два софита у меня софиты куплены значит по моему строительном магазине что ли в отделе свет продаются такие лампы на них шашлык можно жарить да таки горячие галогеновые лампы вот я выставляю сразу световую температуру как надо да потому что они очень желтят очень такой теплый свет вот и на зеркальный фотоаппарат со штатива обязательно снимаю все это дело либо на балконе то же самое только без софитов при дневном свете а можно у вас как у дизайнера узнать требования к макету вот смотрите алиса требования к макету это вам нужно запрашивать в каждой конкретной типографии вот куда вы решили вы им прям пишите какие у вас требования к макету потому что есть какие-то общие правила а есть конкретно вот как сказать к чему как именно их дизайнер работает почему потому что если вы дадите какой-то час и время посмотрю 37 похоже 3 час мы тоже поселим вот то есть лучше запрашивать у них конкретно но основные это всегда 300 точек дпи причем размер должен быть один к одному то есть вы не можете сделать десятипроцентную картинку например если это не наружная печать данных гигантский баннер то есть там конечно же да делается либо один к одному либо один десяти но тогда вы прямо файлики пишите один десяти то есть вот он открывают вашу программе pdf когда допустим фотошопом открывает там такой один десяти либо вы предупреждаете что один десяти вот дальше вот 300 дпи размер вот если это печатная продукция размер один в один но вот смотрите мои открытки да вот вроде как 10 на 15 но не 10 на 15 а 104 на 154 а эти миллиметры они нужны для реза то есть вот эти вот четверочки это по два миллиметра с каждой стороны почему потому что когда происходит подрезка открыток на галетине это такой большой стол станина да вот это вот стол току блестящий стальной и на нем вот такая труба над ним такая да и туда нож выскакивает просто и рубить вот эти вот положенные туда подровненные вот эти вот листы отпечатаны так вот чтобы подрезать все ровно и не было заусенцев часто подрезать двух два раза одно и то же то есть например вот сейчас я вам так на пальцах покажу вот две открытки с белыми каймами почему я делаю белую кайму это дает мне возможность ускорения реза чтобы был всего один рез то есть вот они расположены вот так на листе 8 штук вот так стыкован через белое вот даже вот такой светлый тоже белая кайма есть таким образом происходит рез вот один раз и все и вот мы получаем два готов если у вас картинка полностью цветная например вот две цветные картинки то если вы их вот так составите плотную то у вас получается что тогда он режет у него нож вот сверху может быть идеальный лист да а снизу листочек может съехать и у него нож захватить либо часть вот этой вот здесь проявится либо часть этой здесь проявится идеально очень сложно разрезать это реально сложно и он при вот ну вот а мужчина часто работают женщины я не видела чтобы за за гильотиной были на уж мод до речи так вот он вынужден будет срезать этот лишний кусок вы отсюда и здесь соответственно открытка станет меньше то есть это видно когда у вас стопка вот вы стопку допустим взяли вот вот кошка мы сейчас покажу вот стопка и вот это видно когда у вас они пляшут у меня здесь все ровно я проверяла тут нормально все сделано но бывает такое что неровно именно из-за этой подрезки так вот это во первых ускоряется усложняет процесс дать и дольше вам зачем лишнее время тянуть да у нас скорее а во вторых они будут разного размера иногда это важно иногда нет вот так что смотрите обязательно чтобы у вас никакая есть еще кстати одно такое правило непреложное что никакая информация важная текст логотипы еще что-то да там не за какой-то вот важный композиционный элемент на картинке допустим башни с часами у вас есть в крайнем углу на где-нибудь там с края и вот эти часы не должны попасть там на край картинки почему потому что вот эти все может быть срезана в процессе вот этой вот подгонки подрезки вот когда вы верстаете еще важно соблюдать вот эту вот как направлена вот у вас задняя сторона почему потому что вот смотрите да картинка вот горизонтальная и вот мы как бы как мы читаем да вот мы переворачиваем у нее донышко с донышком совпадает да вот это тоже важно а чтобы это угадать нужно знать как в машине переворачиваются листы то есть если вы сами готовите файлы конечно же их все равно проверят там но просто имейте ввиду что как попало с этим нельзя тут надо либо вот прям файлики ставить вот вот допустим вас какой-то файл там вот корли в иллюстраторе вот вас идет лицевая часть и вы ставите допустим рядышком вот так обратную часть и дизайнер которых типография он видит ага так здесь значит вот так а это вот так или вертикальные там тоже есть некоторые вопросы как покрутить вот чтобы человек не вертел в итоге ваши изделия да вот как волчок нужно это все предусмотреть так ну в принципе наверное по печати все и чаще чаще всего печать идет на а3 как говорят тройки то есть печатают тройками и считают также тройки то есть вот я прихожу я говорю посчитайте мне столько-то штук открыток они говорят так делим на 8 потому что 8 на тройке на одной открыток я им сейчас запросы делаю листами сделать не столько-то листов почему потому что все считается листами тройками вот так значит про обороты и глянцы и маты я вам сказала края открыток да вот не менее трех миллиметров любая важная информация должна находиться от края не ближе также оборотная сторона где вот у вас индекс там вот эти вот поля ваша подпись да вот что работа такого-то автора там кто то то вот это все как можно ближе к центру чтобы вот до краев там внутри 4 миллиметра точно было иначе все подрежется это называется зарезать вот на сленге полиграфистов вот тут у меня был да вот код с подрезанным краем с таким с одной стороны у него вот да вот видите да одно большое но маленькое это зарезано называется то есть когда она не ровно это брак это основание так обратно вот так и осталось мне вам сказать посмотрю так так ну да в принципе только подытожить и осталось значит смотрите всегда образцы делайте цветопробы перед большим заказом его значит от чего зависит появление брака скорость печати ну смысле не именно того как станок печатает а скорость как вы там пляшете чтобы вам сделали побыстрее то есть если вы будете ныть и нудить что вам вот не звонить через каждые полчаса ну что готова готова понимаете да не вы нервируете людей и они начинают совершать ошибки вот и ничего хорошего с этого не выйдет то есть если вам говорят что будет готова послезавтра а вы говорите нет мне надо завтра иначе я не оплачу допустим там еще какую-то капли за выскажите да понимаете даже если они вам пойдут на встречу чтобы сохранить клиента скорее всего пострадает качество то есть будет либо вот это вот помните вам говорил да когда ресниц несколько разъезжание вот этих буквах там да вот либо они там порежут раньше срока у них склеится какая-то часть тиража то есть ну вот какие-то ошибки начинают возникать когда торопите это я не говорю о том что вы там вам сказали через неделю и но там через реально через неделю будет скорее всего это очередь обычная очередь вот а в остальном как бы не нервируйте людей они сделают сосредоточиться сделать все нормально да в итоге вы просто придете если что-то будет не так вы обсудите вам доделают ваш тираж за их счет уже даже все будет нормально вот вообще настраиваться конечно плохой не нужно но и ждать того что в принципе эта типография не может да это было бы странно дальше но и халатность персонала это понятно да бывает что полосы появляются цвет не тот бывает что именно полосами цвет вот просто такая знаете как через открытку так какая-то цветная полоса вот как в сканере может быть видели старые сканеры смысле которые износились они выдают такую полоску цветную зеленый розовый тогда у другого цвета то есть это тоже брак это возвращается вы из общего тиража и вам делают допечатку вот еще хотел сказать быстренько про приладку кто знает сейчас наверно улыбнулся вот такой приладка это тоже включена в стоимость это тот брак который идет в момент запуска станка вот когда он стартует он разгоняется и когда он останавливается и не то чтобы это просто вот разгон и остановка это еще и то что вот если вы печатаете а все там до всех на печать то есть большой тираж какой-то вам нужен неважно чего какой-то печатной продукции то например flyer это вам нужно тысячу штук то приладка это как раз то та часть тиража вот эти 10 процентов по которой печатник регулирует станок чтобы все цвета друг друга попадали чтобы все было на своем месте и не было каких-то перекосов изображений что двойных тройных бровей не было да там букв который цветные непонятно какие то так далее вот ну и конечно еще сейчас вспомнила такое требование по к макетам это чтобы в цмике например вот черный был только черным то есть если вы печатаете текст не картинка не картинка текст то он если черный он должен быть только black там не должно быть ни малинового не голубого никаких то других цветов только black вот это важно вот это прям вот смотрите просто что у вас на макете и заодно можете просто отправить допустим файлик в типографию просто файлик сказать вот проанализируйте пожалуйста да вот подойдет вам или нет если человек не будет как лица с вами долго там препираться как объясняет что как вам надо переделать да если вам это принципе не надо он сам все это сделает он просто возьмет за какую-то предварительную подготовку файла если вы захотите узнать как это делается вы попросите проконсультироваться вы дизайнеры вам дизайнер просто скажет вот здесь вот уберите вот это здесь добавьте то-то то-то но именно по цвету не по композиции не почему другому именно цвет то есть вот какие-то нюансы до которые могут сказаться на результате то есть есть такая штука как перелив перелив это когда много краски попадает на одно место и она просто не высыхает так быстро как все остальное и как раз это за липухи вот эти получаются перетискивание когда выхлезли склеиваются и потом эта краска высыхает уже не вовремя да она приклеилась испортила оба и себя или соседа вот то есть об этом всем всегда нужно договориться именно там если вы сами умеете готовить вы готовите и обязательно тоже спрашивайте какие у них технические требования потому что в разных местах для разного оборудования могут отличаться вот так по времени болтать я могу долго по времени у нас сейчас 48 минут 58 секунд то есть уже осталось 10 минут буквально давайте какой-нибудь один небольшой вопросик и закругляемся про сканирование постели вот я помню было да я которые работы а4 я кладу в сканер обычный сканер кладу прижимаю все как надо как обычный единственное что я это очень аккуратно делаю и постели не такая уж прям нежно что она прямо сыплется не такая прям нежно что прям сыплется на стекле остается на самом деле вы просто протираете между разными рисунками до стекляшечку свою протирайте аккуратно не влажная сухой тряпочкой прям вот как бы сгребаете да это все в сторону и нормально все сканируется спасибо что пришли послушали я надеюсь у вас останется теперь меньше недоразумения в голове по поводу технологий где работаете там и печатаете нет я поскольку работаю на наружной рекламе открытки делает типография это другой немножко дата печать на другая бумажная то печатаю я в другой типографии именно открытки а конечно какой-то там рекламную продукцию я у нас у себя на работе дело да как вы умудряете совмещать работу дизайнером рисования ой по ночам тут уже знаете наверное на коленке иногда приходится рисовать буквально там я такой человек мне надо сосредоточиться чтобы начать пастель сканировать или фотографировать что-то я прослушал можно и так и так дело в том что при сканировании пастель она как бы подсвечивается изнутри мне не очень иногда нравится результат если я вот отсканировал мне не нравится я фотографирую так гораздо более приятно глазу я сейчас прошу прощения но у нас эфир заканчивается уже 51 минута так что я с вами прощаюсь спасибо вам что пришли надеюсь было очень полезно